Всем привет, друзья! Итак, вчера мне товарищ из Краснодара прислал один видос, где запечатлена авария, как одного мотоциклиста снес водителя легкового автомобиля. Сейчас я вам этот видос здесь покажу и попробую сказать свои пять копеек на этот счет. Почему я решил записать этот видос? Дело в том, что буквально на днях, несколько дней назад, со мной чуть не произошла подобная ситуация. Давайте сейчас обсудим именно этот видос. Я скажу свое мнение, свои пять копеек. Так вот, понятное дело, как мы видим на видео, я вам сейчас его здесь вставлю, как мы видим на видео, легковой автомобиль, пересекая сплошную линию, идет на обгон, который, чувака, который поворачивает со второго ряда, ну, с центрального ряда влево, блядь, ну это вообще пиздец. Можно ли было это предотвратить ДТП или нет? Но мне, я сейчас полностью на стороне водителя мотоцикла. К сожалению, водитель погиб, не выжил, не откачали. Вина, на мой взгляд, полностью лежит на водителе легкового автомобиля, который совершал обгон и, видимо, не посмотрел, что едет мотоциклист. Можно ли было это избежать? Ну, мне кажется, это можно было бы избежать, если бы водитель мотоцикла ехал бы как-то по центру дороги. Тогда бы он, его бы, ну, мне кажется, водитель автомобиля бы все-таки увидел, если бы он ехал по центру дороги. И даже в таком случае, если бы водитель легкового автомобиля не увидел и просто въехал бы ему в жопу, то шансов выжить при этом было бы у водителя мотоцикла гораздо более, чем вот так. Как вы можете видеть на видосе, да, водитель мотоцикла едет в полосе, но в правой колее полосы. Соответственно, его получается, как бы, может быть, водитель автомобиля думал, что там достаточно места, блядь, или, может быть, вот, ну, может, он просто периферическим зрением его не увидел, потому что он был вроде как справа. Могло показаться, что он на соседней полосе, понимаете? Я неоднократно от многих блогеров, мотоблогеров слышал такую теорию, что надо ездить именно по колее, аргументируя это тем, что там на дороге может быть какой-то колодец или какая-то хуйня лежать на асфальте, допустим, машина проедет, пропустит между колес, а мотоцикл, ну, как бы, это, как бы, все эти аргументы, конечно, имеют место быть, но я понимаю, там где-то во дворах, где есть действительно колодцы какие-то там открытые, и лучше, конечно, ехать, может быть, за машиной по колее, но когда все-таки магистраль, и на магистрали я еще не встречал каких-то колодцев, ну, это не магистраль, это как бы какая-то, ну, видно так, что какая-то главная улица города Краснодара, по крайней мере, исходя из ролика, надо все-таки тоже учитывать. Теперь про мою ситуацию. Ехал я недавно тоже на мотоцикле, двухполосная дорога, едем, не нарушаем, впереди меня, ой, слева от меня машина едет где-то 50-60, я еду справа точно так же, то есть никто не нарушает, ну, в общем, в пределах ПДД. И за автомобилем слева едет белый Volkswagen тоже, и вот ему, вот я не знаю, что с людьми не так, вот не включая поворотник, ему просто, видимо, заебалось ехать за впереди едущим. И он просто резко со всей дури дает вправо, то есть не предупреждая, не плавно, то есть когда, ну, ты поворачиваешь, нормально перестроится, ну, бывает, что тебя не видят, но ты как-то видишь, если адекватно это делают, включил поворотник, то есть ты уже, бан, видишь, что он слева намеревается, и ты уже начинаешь думать, видит он тебя, не видит, блядь. Или когда плавно начинает перестать, ты уже видишь этот момент, ты можешь как-то среагировать, оттормозиться, ускориться, там, принять вправо ситуацию. Ну, вот в моем случае тоже этот дурачок, блядь, со всей дури, не включая поворотника, просто решил его обогнать вот впереди едущего. А что там справа мотоцикл едет, его как бы не беспокоило. Естественно, ну, мне повезло, слава богу, я успел среагировать, принял вправо и на тормоз нажал, он обогнал, я ему посигналил, естественно, типа, а ты что, дурачок, делаешь-то, блядь? Этот мудила высовывает руку из окна и показывает мне, типа, пошел на. По-хорошему бы догнать ему было бы и отбить ему зеркала, блядь. Ну, или еще что-нибудь другое. Просто никто от таких дебилов, блядь, не застрахован. И вот, опять же, вернемся к этой ситуации. Ну, вот, если бы, я говорю, если бы он ехал по центру дороги, ну, ему бы как-то удар бы просто в жопу был бы. Или бы даже его просто бы увидел бы водитель. А когда вот едет, жмется прям справа, можно сказать, едет между двух рядов, нафиг. Тут уже, конечно... Пу, жесть. В общем, ребята, съездите аккуратнее, исходите из того, что кругом не долбоебы. Таких вот уродов, блядь, их реально, сука, много, но... Да. Все, всем пока.